Приветствую вас, прочитав я ваше дополнение и могу сказать только то, что, вы знаете, мы говорите про обезопасить себя, обращаясь к психологам. Знаете, в ситуации, когда человек ведет себя остро негативно по отношению к вам, речь о том, чтобы себя обезопасить, можно вести исключительно в контексте психологической или физической защиты. То есть, если речь идет о физической защите, то это, соответственно, различные средства самообороны, индивидуальной самообороны. Если вести речь о психологической защите, то это так называемые средства психологической защиты, например, перестать воспринимать ее как адекватного субъекта, перестать ее воспринимать как равного вам субъекта и, по сути, воспринимать ее исключительно только как, ну, неадекватного человека, неадекватного субъекта, который вообще не понимает, что делает. На ее оскорбление, соответственно, вам реагировать вообще не будет, потому что они не имеют никакого отношения к вам и, по идее, не должны никак вас задевать. Что касается ее формы подачи оскорблений, то ситуация такова, что, по моему мнению, у нее явные проблемы с психическим здоровьем, потому что отсутствие реакции на сарказм, анатонный голос, вот это все, что вы описываете, это вредник определенного психического отклонения. Это значит, что человек действительно вас не слушает, скорее всего, у него идет параноидальный бред, вот. То есть такой человек параноидный считает, что во всем он винит там кого-то, кого он выбирает своим объектом. В последствии эта симптоматика может перекинуться и на других людей, в том числе и на тех, кто будет на вашем месте, если вы уйдете. То есть, с точки зрения психофагии, вам нужно для себя решить, как вы этого человека воспринимаете. То есть, отвечать ему на непосредственно физическую, скажем, атаку только равноценный по силе атакы. То есть, она вас толкнула, ну, вы ее толкните, да, и все. На сграбление, соответственно, не реагировать вообще никак не стоит, там это никакого толку нет. Ну, и приснить вопрос начальством, если она не дает вам работать, то этот вопрос начальством по-преднему остается непонятным. Почему руководство не обратило на это внимание? Почему руководство халапно отнеслось к такой серьезной проблеме и так далее? То есть, я здесь вижу некоторую неточность, которую вам рекомендую также, ну, хотя бы выделить в дополнение, хотя бы рассказать о ней, как отреагировало начальство и почему вы не подали, например, на него жалобу, на начальство. Вот, или, как вы говорите, что вы собираетесь это сделать. То есть, способы себя обезопасить здесь, это способы физические, для этого, может быть, потребуется, я уже сказал, средства индивидуальной защиты, может быть, физическая подготовка, вот, а на психологическом уровне это всяческое обесценивание и принижение этого человека. ни в коем случае не в сторону нее, а именно, именно в вашем собственном ее восприятии. Это просто неадекватный, может быть, даже больной и очень несчастный человек. Ну, понятно, надеюсь, что в хорошей жизни так люди себя вести не станут. Вот это то, что вам нужно для себя понять. Это то, что вам нужно для себя определить. Если вы это сделаете, то, полагаю, проблем у вас будет куда-никуда меньше. К сожалению, к сожалению, в плане психологических средств защиты здесь, наверное, все. Можно посмотреть, конечно, в сфере НЛП, вот. Но НЛП направлено на другого человека и там есть свои тоторкости, к которому человек должен быть восприимчив, а она, судя по всему, не восприимчива ни к чему. Вот. Я вам рекомендую, когда она начинает свой поток грязи, думать о чем-то своем. Например, о воде или о каком-то движении. То есть, по сути, погружаться в себя. И вот на фоне этого погружения в себя заниматься своими делами. Чем больше вы будете реагировать на нее, тем больше у нее будет ответная реакция. И при этом последовательно выполнять действия по обеспечению своей защиты и своих прав. Вот. Больше, к сожалению, вам рекомендовать вот в таких условиях мне лично не представляется возможным. То есть, вам здесь больше, наверное, к адвокату нужно обращаться. В раздел юриспруденции. Если не, или чем к психологам. К сожалению. Простите. Вот. Но я, вот, я вам рассказал все, что мне известно по данному вопросу. Вот. Чтобы не обращаться, там, к персоналу, там, и к чему-то еще. На этом все. Надеюсь, ты помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!